здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы с вами настроим хабсман без проводов хабсман будет раздавать интернет по 2,4 гигагерца а магистральный канал у нас будет по 5 гигагерц wi-fi для этого мы будем использовать хаб ac двухдиапазонный 3 на 3 антеннами значит в центре мы видим точку доступа apn у которого поднято 5 гигагерц это так скажем будет магистральный канал данных для подключения других клиентов протокол будет использоваться nv2 то есть мы видим красные линии это у нас раздача wi-fi 5 гигагерц по 5 гигагерц цепляются точки доступа у нас здесь на картинке 3 и соответственно раздают уже 2 и 4 в разных частях объекта так также после мы рассмотрим уже тоже самое но на протоколе 801 11 видим вот 801 11 позволяет нам поднять на удаленном кап клиенте виртуальную точку virtual ap тем самым продлить еще дальше зону покрытия то есть соответственно каждый кап может быть еще и ретранслятором так примерно мы вам рассказали план наших действий теперь мы рассмотрим что мы будем делать мы настроим и оптимизируем точку доступа маршрутизатор ap настроим на нем капс ман 2 и 4 гигагерца без проводов оптимизируем для этого дела настроим магистральный канал на 5 гигагерц ну соответственно настроим приемку сравним возможности протоколов nv2 и 811 ну и настроим капс возможности ретранслирования давайте приступим здесь мы видим какую-то точку доступа нашу хпц вот rb 962 гигабитник нажмем подключиться здесь какие-то настройки сделаны первоначально мы все сделаем про своим с вами на заводские нажимаем систем reset configuration ставим галочку не применять настройки по дефолту нажимаем предлагает перезагрузиться перезагружаемся сейчас все сбросится ждем какое-то время . перезагружается слышим песчание и приступаем к настройке вот этой вот первоначальной конфигурации далее все будет намного проще то есть перейти от этой конфигурации к другой другому протоколу все будет довольно просто без особых сложностей так все . подключилась и мы можем нажать так мы видим ее подключаемся мы с ноутбука смотрим кошечки открылись у нас так как прошивать объяснять не будем прошивка последняя первое что мы с вами сделаем мы добавим сюда дата так точнее процессор мы добавим память добавим наверно вот так вот в принципе можно все подобавляет сейчас объясню для чего это нужно ну по процессору мы будем видеть насколько загружен процессор память соответственно оперативное время поднятого интерфейса текущее время текущую дату вот давайте настроим маршрутизатор для работы интерфейс 1 у нас будет выходом в интернет когда мы подключим в другое место первый порт можно в принципе выбрать любой другой но пускай это будет первый порт так его и сделаем не будем сейчас никакую красоту наводить просто сделаем так значит интернет у нас получаться будет под даже себе клиенту в принципе возможно он может быть абсолютно разным может быть это будет у вас попалу и еще что-то не принципиально что какое подключение но у нас будет даже себе клиент первый интерфейс нажимаем apple подключились пока сейчас адрес не выдается потому что у меня подключен к ноутбуку а провод находится в соседней комнате это нам мешать не будет второе нам нужно создать мост сразу же даем вот в мосту естественно переходим и отключаем нам не нужную функцию протокол моды почитайте посмотрите в принципе нам нужно добавляем порты ну естественно давайте добавим какой-нибудь порт вот тут нам надо сразу наверно пока мы еще не начали добавлять порты мы сейчас сразу с вами немножко приведем к адекватному состоянию переименуем немножко это у нас будет 5 5 гигагерц чтобы мы не путались и вы не путали мы так путаться не будем а это у нас будет 2 гигагерца очень удобно для дальнейшей работы значит все переименовали sffp 1 это у нас оптический выход в принципе можно отключить не нужно так в принципе мы можем отключить все ненужные остальные порты кроме первого но это для того чтобы у вас лишних идей не возникало то есть мы про просто выключили первый порт нас будет приходить интернет создали мост заходим в бридж заходим заходим в порт и добавляем сюда перу заразу то такое добавляем наш интерфейс мы уже видим какой из них какой да мы добавляем 5 это вай фай магистральный добавить в принципе сюда можно вынести все остальные интерфейс локальные ethernet 2 ethernet 5 и даже sfp если это будет нужно вам но я просто выключил для красоты все на этом принципе настройка наверное закончится по мосту для того чтобы наш мультизатор мог выходить в интернет нам нужно настроить файлок над но перед этим мы наверное настроим с вами над на сарцинад выбираем внешний интерфейс интерфейс out у нас будет азернет 1 и выбираем экшен можно выбрать маскарады а можно выбрать сарцинад вот тут такой момент если у вас динамический айпи все время меняется тогда выбирайте маскарады если у вас модем или у вас статика прописана белая тогда можно выбрать сарцинад что мы сейчас и сделаем и пропишем адрес но я уже знаю какой там будет вдаваться то здесь мы вписываем то адрес адрес выданный провайдером белый статический либо это будет адрес модема например хайлинковский там 192 168 8 100 обычно 8 100 выдается ну к примеру все сделали есть еще одна такая оптимизация некоторые конечно говорят помогает некоторые конечно не помогает ну давайте рассмотрим конкретно для нато то есть айпи сеттинг есть такая опция называется айпи в 4 fast track актив как активировать нужно зайти айпи фэрвол фильтр правил добавляем тут всего нужно сделать три правила давайте чуть расширим для удобства значит чем у нас форвард добавляем сразу же коннект стейк и стеблишь и и в активе выбираем фаст трек коннекшен нажимаем появилась такая синяя штучка добавляем второе правило оно в принципе похоже только здесь будет также форвард также два правила выбираем и в экшен выбираем ассет ну а третье будет с крестиком понятно да соответственно все то же самое здесь выбираем также сайт форвард коннекшен стоит выбираем инвалид а в экшен выбираем друг говорят что чутка помогает при оптимизации при большой нагрузке на на соответственно мы видим что здесь установилась галочка здесь будет считаться трафик какой-то но он как бы просто будет проходить то есть все что минуя нато оно все пойдет напрямую без лишних прохождений правил форвард если конечно не у вас будут все с этим мы закончили с нато мы закончили днс нам нужно создать днс но прежде чем создавать днс настройку нам нужно создать адрес айпи адрес так как адрес у нас будет раздаваться по капсам маном и так далее мы должны его сделать на бридже то есть так как у нас в бридж включен вайфай и в бридж будут включаться все капы соответственно мы на бридже должны создать адрес какой-то давайте создадим адрес 10 39 39 1 маска 24 бридж 1 нажимаем применить адрес может быть абсолютно любым просто мне захотелось такое сделать так все показали применили далее нам надо создать dhcp сервер то приложение которое будет раздавать всем клиентам адреса назначены определенного здесь мы будем начать нажимаем дашки сервер в принципе можно создать вручную можно создать в отдельности мы наверно с вами создадим автоматическом режиме так же для вас будет проще сетап выбираем интерфейс бридж 1 то есть этот интерфейс будет являться дашь себе сервером next здесь выбирается маска сети он ее подставил потому что на дашь себе мы уже ему присвоили адрес если не было то бы не было вот это дело мы скопируем это у нас будет шлюз который будет являться для всех шлюзом здесь у нас покуда и откуда мы будем выдавать адреса давайте мы адреса выдавать адреса 100 по адрес 200 почему потом расскажем вот здесь у нас сразу по умолчанию стоит пустое если мы поставим оставим пустое то будут сюда вписываться передаваться клиентам адреса непосредственно провайдера нам это не нужно поэтому мы ставим сюда днс нашего маршрутизатора а второй мы можем вписать гугл чтобы клиенты не знали через какого оператора мы ходим хотя бы по днс серверам далее далее все конфигурация закончена даже теперь сервера и теперь нам нужно сделать днс настроить настройках днс мы пропишем здесь 8.8.8.8.2 мы пропишем тоже гугловский 8.4.4 не обязательно но можно остальные от оператора присвоиться ниже и ставим галочку для того чтобы удаленные клиенты могли пользоваться нашим днс сервером также можем изменить объем кэша ну скажем 2 мегабайт до 4-8 давайте сделаем 6 в зависимости от того сколько будет клиентов как много больше будет к ним обращаться нажимаем apple все давайте значит рассмотрим что мы сделали мы настроили мост мы присвоили ему адрес мы настроили тэш сепи сервер мы настроили днс мы настроили фэрвол над ну правило и над все это все что мы сделали для того чтобы теперь роутер мог работать в интернете если мы сейчас добавим сюда какой-либо другой порт и включим его в мост сюда добавим порт этот то соответственно на него раздастся адреса и все заработает так на этом мы наверное и закончим с вами теперь мы перейдем к настройке вайфая на 5 гигагерц нашего магистрального канала вот он у нас вайфай активируем переходим в него настраивать будем согласно рисунку вот этому будем настраивать точку доступа на 5 гигагерц на протоколе nv2 почему nv2 его не будут видеть сторонние ресурсы то есть любой телефон не будет видеть вайфай 5 гигагерц ваш потому что он находится другом протоколе с одной стороны это хорошо сеть будет одна они две как если использовать 801 так давайте рассмотрим значит первое что нам нужно сделать это bridge ap выбрать точку доступа режим мода и нажимаем advanced mode чтобы у нас настроек стало еще больше и еще интереснее выбираем значит бэнк можно выбрать а н а ц но зависимости от того какое устройство будете применять другая 5g он ли отца чтобы он никуда не металлся мы выберем полосу 20 40 80 c и е то есть расширение 20 до 80 мегагерц выберем диапазон так вот здесь вот сейчас частотами не очень красиво будет получаться да соответственно нам надо немножко уйти за границы всего этого дела поэтому мы выберем домашний регион супер чину мы выберем страну но каунт ресет по моему называется то есть мы будем работать без страны проживания как бомжи чем мы найдем списке что нам даст но каунт ресет даст возможность выбирать любую частоту и и любые вещи насчет выбрали да соответственно теперь нам надо назвать наша опять вернемся наверх да для чем это сделали соответственно выберем частоту давайте выберем 57 какой нибудь уйдем за границы наших вольных диапазонов давайте выберем 57 45 то есть назовем наш вайфай назовем его мак мак 5g так вот мак 5g надавем радионем ну в принципе можно оставить можно напишем мастер ни на что не влияет в принципе дальше протокол протокол либо у нас будет nv2 либо будет какой-то другой выберем nv2 вот эта штука мне очень не нравится иногда начинает скакать поэтому мы скопируем чистоту вот сюда то есть у нас будет не лист не скан лист а у нас просто будет стабильная частота от которой мы будем полисать вот это вот настройка any выберем indoor потому что мы будем работать в доме а не на улице потому что это же у нас все таки будет в доме стоять это дело антенна gain или gain или gain короче говоря это занижение мощности на столько-то дебяев относительно выходной мощности иди герцового устройства ну если вы поставите на двоечку то выходная мощность будет меньше на 2 а той которая будет от той которая заявлена если поставить на 6 поставить 0 будет ровно только сколько выходит в принципе оставим не кратично это у нас то что у нас интерфейс в мосту будет находиться так дальше ротейт ну в принципе оставляем все как я здесь нас мало интересует значит здесь сколько может человек подключиться . 2007 и банка просто так значит выберем вот здесь вот ap and клиент моды это вот к тому кто спрашивал если здесь настройки для шумоподавления и всякой другой ерунды есть есть она все здесь есть здесь выберем 5 для базовой станции это минимальное значение такого или менее актуальная 5 кстати лучше работает чем 7 замечено вот применим чтобы остальное не светело здесь выберем как было замечено и не работает лучше чем лонг это если соединять непосредственно микротики с микротиками особенно в здании как тот и не лучше казалось соответственно галочки должны ставить на всех антеннах естественно мы должны включить динамически у наш бридж наш интерфейс то есть если это настройки нету то этот интерфейс автоматически в мозг не включится то есть вот бридж сейчас он то есть тот в ds который создаст то он должен быть включен быть сюда увидеть так ну здесь можно по включать в принципе все это дело м в 2 здесь значит у нас либо один либо две миллисекунды задается для базовой станции 1 2 миллисекунды чем меньше тем меньше пинг но тем самым меньше пропускная способность выберем стандартно 2 зададим пароль для подключения ставим галочку вводим пароль ну допустим введем 1 2 3 4 5 6 можем ошибиться соответственно перейдем в ситтинг и снимем галочку хайпат увидели пароль ну пароль придумать естественно посложнее но пока ставим эксперимент такой выходной мощности можно выбрать все что угодно благо мы здесь черта не видим для 5 ггц здесь не видать ну давайте выберем 10 децибел все равно ни черта не видно 5 ггц здесь не отображается такое ощущение что она не меняется ну не суть все создали на этом в принципе наверное закончена здесь соответственно мы пока не видим подключенного клиента когда он подключится она у нас будет теперь мы переходим к созданию уже непосредственно самого капса то есть мы закончили мы выполнили первый пункт мы подготовили наш маршрутизатор выходу к интернету и мы настроили магистральный канал ap на 5 ггц теперь переходим капсман так это мы можем закрыть будет на на самое интересное все примерно стандартно как и было раньше включаем менеджер включили переходим стандартно на плацу канал создаем настроечку давайте раздвинем введем частоту можно выбирать частоту 1 6 11 канал но так я настраиваю дома у меня более-менее свободный канал обычно выбирайте либо 1 24 12 либо там 6 либо один стыканал там 24 62 ну я выбираю такой мне так просто посвободнее здесь чутка соответственно выбираем полосу 20 мегагерц выбираем band в этот раз мы выберем только n 2 гигагерца только n потому что у меня устройство все новые если у вас уже нету старых устройств которые работают на 54 мегабитов же то есть если у вас все устройства более-менее новые не надо выбирать стали выбирайте только n выберем полосу расширения цене то есть от 24 42 и вправо если выберем дец и то влево от этой частоты вниз но уверен вправо выходную мощность поставим 0 децибел потому что здесь все более менее ровненько кстати можно даже с отрицательным поставить давайте напишем минус 2 некоторые думают что отрицательной мощности не бывает увидите так настройку сделали дальше переходим в дата патч и здесь есть такая особенность раньше мы всегда говорили что нужно выбрать bridge и поставить галочку клиенту клиенту ролик такая настройка заставляет весь трафик бегать по лану до контроллера и обратно то есть угу бы там несколько раз трафик проходит немного неудобно это создает большую нагрузку на процессор контроллера и нагрузку на сеть а так как мы работаем по вайфаю и даже малое количество кап клиентов то есть для больших наверно маленьких там 34 капают вообще не нагрузка но для вайфая любая лишняя нагрузка это проблема поэтому здесь мы применять не будем мы поставим локал форвардинг то есть что это означает это означает что тот интерфейс кап который создается он будет добавлен не на контроллере в мост она она непосредственно самом капит мост то есть сейчас мы находимся на контроллере то есть раньше бы в бридже вот здесь вот появился бы кап там допустим один два три то этот кап и здесь не появится он теперь появится непосредственно контроллере то есть соответственно снизится нагрузка на беспроводную сеть магистральную 5 гигагерц но в принципе это нам ничего не мешает работать для вас никаких изменений нет просто так лучше если у вас очень много точек доступа даже по проводным даже если у вас проводных много точек доступа тогда все равно лучше это включать тем самым вы снижаете нагрузку на сеть нажимаем apple все на этом принципе заканчиваем здесь либо так стоит галочка либо стоит это то есть либо то либо другое одновременно работать не будет одно заменяй другое дальше переходим в пароли создаем пароли security значит в принципе так как мы будем подключать всех людей и особенно скорее всего новых но можно выбрать vp apsk пускай выберем пускай будет хотя уже не предполагает 6 будет раз поработать windows xp клиенты можно выбрать и я ес обязательно выбирайте группе и апдейт потому что некоторые устройства создают проблем то есть отвалился подключился отвалился подключился устройство периодически отвалы это когда не совпадает время обновление ключа ну и создадим значит какой нибудь пароль тому давайте идем 123 3 раза 123 введем соответственно если нам нужен таки поставим галочку если нам нужен в па также ставим в принципе можем ставить можем не ставить давайте оставим так в па 2 пск и айс так как мы подошли к паролям то мы забыли настроить пароль на вайфая 5 гигиа давайте одновременно сделаем настройку для этого дела нажмем брауз перейдем в профиле зайдем в дефолт ну в принципе как ты фауф он и пойдет выберем динамик есть здесь соответственно также выберем в па 2 пск и айс в па использовать не будем какие па и брать не будем соответственно введем пароль так пароли введем такой же как она nv2 1 2 3 4 5 6 а маловато да ну давайте продолжим 7 8 9 вот это 1 до 0 а также здесь изменим ключ время доступа обновления ключа на один час то есть вот что мы изменили мы оставили один 2 по поставили я если ввели пароль изменили время обновления ключа запомнили в nv2 от 1 до 6 а в обычного для 801 будет 1 до 0 все возвращаемся опять настройки капс значит channel настроили дата патч настроили security настроили теперь переходим на вкладку конфигурации нажимаем плюс ну здесь стандартно все как и в наших предыдущих видео только что если мы создадим конфигурацию 1 давайте назовем 2g вариант здесь только один возможно в будущем появится что-то новое назовем вай фай вай назовем если тот магистраль нас назвалось маг 5g назовем просто вай фай как нибудь как угодно вай фай не знаю ну вай фай там какой-нибудь три семерки азина 3 топора да так дальше начнем с самого верха дистанция поставим indoor ну так как мы работаем в доме здесь вот есть настройки тесто можно выбрать можно оставить 0 это тот же самая настройка вода сейчас я вам покажу где она находится вай фай и как то про них спрашивал то есть в принципе можно также выставить на 5 можно оставить ее пустым то есть давайте ее выставим на 5 сделаем все то же самое как она являлась более пропускной способностью выберем режим ртс поставим здесь и на в принципе мы можем выбрать страну сторона у нас но у кант ресет то есть настройки максимально возможны выберем installation indoor можем поставить какое-то количество клиентов которых на одну точку будет цепляться ну давайте сделаем ну не знаю хотя это тоже довольно прилично если нужен мультикрас то можно выбрать полный либо отключить его полностью можно выбрать может быть пользоваться хоро либо соответственно ставим задействуем все антенны там и все галочки тут кстати надо посмотреть не факт что они все будут нужны особенно в конфигурации 2 на 2 3 на 3 2 и 4 герц но в принципе хуже не будет и выбираем значит интервал в принципе на андроидах неплохо работает и на айфонах иногда лучше работает план поэтому тут на выбор либо так либо так если есть айфоны выбирайте лук нет айфона в принципе и не будет лучше здесь мы применяем дальше переходим чтобы ничего не сделалось в настройки channel выбираем нашу конфигурацию выбираем ту же самую единственную конфигурацию и секьюрити то же самое нажимаем apple и проверяем сохранилась а есть здесь мы ничего не забыли так что еще ну возможно можно здесь поиграть с интервалами отключение но это если вам будет нужно конечно это принципе не ну так сказал переходим на вкладку provision создаем здесь значит есть несколько таких вариантов режим опять же выбираем же н н здесь мы можем выбрать и выберем же но так как у нас там до в ченнеле выбрал выбор на н н будет распространяться значит в экшен выбираем динамик и наблок конфигурация у нас есть 2g и вот здесь есть такая настройка своеобразная нейм формат кап вот если мы выберем оставим капка по умолчанию то у нас все капы при по переподключении они будут все время меняться лучше поставить идентификацию по названию роутера тогда подключенный кап не будет и тогда можно будет работать справа с правилами в ацесс листе более удобно и и и не нужно будет конфигурировать каждую точку то есть если оставляем кап давайте поставим под капу сейчас все это продемонстрируем нажимаем apple все в принципе практически на этом можно сказать что все закончено давайте мы перейдем сейчас это демонстрировать уже наяву то есть переходим в вайфай сюда здесь у нас все выключено так нажимаем правилось так вот покажем двойка до находимся вайфай нажимаем капу включаем выбираем интерфейс 2g тоже 5g это называется министральный канал выбираем адрес адрес у нас соответственно известен это у нас адрес непосредственно самого нашего контроллера можно посмотреть в адресе айпи адрес вот он его можно скопировать ну скажем так вот его сюда можно вставить и выбрать бридж то есть включили выбрали интерфейс ввели адрес включаться мы будем по или 3 добавить бридж смотрим будет ли чудо чудо у нас создалось мы видим название кап 1 вот если мы сейчас сделаем ход конем то есть ну скажем перезапустим капу переименуем его ну вот здесь смотрите мы так покажем нажмем провяжен видите будет меняться капа вот видите здесь происходит перезапуск и соответственно мы видим что кап уже стал четвертым то есть они начинают меняться то есть если мы сделаем какую-то привязку к чему-то какой-то капе какого-то устройства то это работать не будет и тут два варианта вариант 1 это сделать все очень сложно то есть мы создаем отдельный интерфейс здесь прописываем мак адрес нашего капа то есть мы можем щелкнуть и туда вот смотрите то есть мы от созданного капа мы копируем мак адрес его вставляем сюда мы вставляем его в радио мак и вставляем в радио нэйм ну назвать можно по-другому не суть ну и соответственно подвязываем все остальные конфигурации ченов там так далее вот но это придется создавать для каждого устройства перименовывать если одна две три то не страшно если их много будет то не теморозе поэтому лучше чтоб и название было непосредственно самого микротика ну если мы здесь сейчас мы видим что у нас сам микротик это микротик соответственно мы можем зайти в систему идентификация но это можно сделать в консоли можно сделать здесь тут короче кому как удобнее давайте здесь напишем что это у нас микротик скажем контроллер кондуктор кондуктор 1 ну или 1 не будем писать кондуктор у нас 1 на самом деле вот нажмем соответственно видим сверху что мт стал кондуктором контроллером индуктором вот но здесь то ничего не изменилось соответственно мы переходим в провизжен заходим сюда и здесь меняем название формата не кап а по идентификации точки доступа нажимаем apple а здесь ничего не произошло бывает поэтому мы переходим в какую нибудь из куда угодно нажимаем выбираем нажимаем провизжен и изменился ими интерфейса на микротик один так почему почему то микротик один на что-то видать он не запомнил надо нам его отключить и включить заново сейчас посмотрим что произойдет вот интерфейс поднялся мт кондуктор 1 мы его видим то есть теперь если мы будем заменять щелкать здесь переподключать соединение наше название не изменится для чего это нужно мы поговорим с вами чуть позже когда мы подключим клиент но это очень удобно то есть теперь каждая последующая капа подключенная она у нас будет идентифицироваться по и идентификации самого устройства соответственно сейчас вот если мы сюда щелкнем то мы увидим что название нашего устройства теперь мт кондуктор прикольно что кондуктор контролер вот на этом наверное в принципе все закончено все работает теперь мы если посмотрим вот сюда мы вот здесь видим значит что мощность у нас минус 5 потому что она у нас в ченнеле стоит минус 2 ну а здесь еще меньше стало у нас минус 5 ну страну выберем будет по другому соответственно мы теперь видим что интерфейс динамически в 1D добавился в bridge вот он у нас здесь есть и на этом в принципе настройка контроллера будет закончена все полностью работает соответственно если сейчас подключиться ну давайте мы сейчас возьмем телефончик и подключимся к нашему Wi-Fi так выбираем Wi-Fi три топора вводим пароль 123123123 заверяем на телефоне подключаемся сейчас мой Андрюха S10E подключится как убедиться что это Андрюха мы можем зайти в IP DHCP сервер перейти на вкладку сюда класс и увидим что это Samsung S10E вот он видим его MAC адрес видим адрес назначения адрес назначения мы с вами создавали от 1200 он начинается с конца считаться мы видим вот здесь вот мы видим если мы щелкнем мы видим какой ну какие параметры у телефончика подключения уровня сигнала и так далее все подключаем данный девайс несем его подключать к интернету и будем настраивать второй наш роутер именно кап клиента по NV2 продолжаем настройку клиента сейчас сейчас что у нас было проделано мы с вами настроили вот этот вот часть основную контроллер AP на 5 ГГц теперь мы приступаем к одному из этих точек настройки отключил я к ноутбуку другую точку доступа Wi-Fi у нас отключен видим еще один хаб AC RB962 подключаемся к нему видим он сброшен по умолчанию у него ничего не настроено то есть у него дефолтные настройки что нам нужно сделать первое нам нужно значит создать мост и потом подключиться к точке доступа по 5 ГГц там мы с вами в прошлый раз сделали адресацию 10.39.39.1 этот у нас будет соответственно последующий потому что автоматом выдается начиная со 100 по 200 давайте создадим первый на первый мост bridge сразу можно выбрать настройку в мосту мы сразу же сделаем добавим в него второй интерфейс это Wi-Fi вот опять же давайте сразу переименуем чтобы было удобнее это у нас 5G это у нас будет 2G чтобы нам не путаться в дальнейшем добавляем добавляем соответственно добавляем 5G и добавим сюда первый интерфейс это у меня компьютер подключен по первому интерфейсу если в прошлом у нас был первый интерфейс это интернет то в этом мы сейчас все интерфейсы также подключаем кроме первого а первый у нас войдет в мост и будет у нас в мосте сейчас соответственно произойдет отвал скорее всего соединение потому что у нас уже интерфейс войдет в мост и добавится буковка S как здесь отвал не произошло так бывает вот все видим здесь что у нас присутствует 5 ГГц и Ethernet 1 далее нам нужно настроить 5 ГГц на подключение по NV2 согласно схеме по NV2 протоколу по 5 ГГц давайте сделаем зайдем в Wi-Fi в iOS на вкладку в iOS мы выберем наш 5 ГГц выберем Station VDS в принципе из того что нас здесь интересует для того чтобы нормально все подключилось по NV2 нам нужно сразу же ввести наш ключ ключ у нас от 1 до 6 насколько я помню был вот соответственно мы ввели ключ выбрали это здесь мы можем написать что это у нас будет значит ну не знаю там какой-нибудь давайте напишу что это у нас будет кап 2 давайте напишем slave тире кап кап 1 у нас будет первая капа давайте соответственно это же название сейчас мы внесем внесем в индификацию чтобы сразу при подключении он у нас сразу правильно обзывался соответственно мы нажмем система индификация впишем сюда так вот slave кап 1 то есть мы увидели что у нас slave кап 1 термик ротик называется все мы внесли повторяем еще раз nv2 пароль перешли в вай фай выбираем протокол nv2 нажимаем apple в принципе нас интересует супер ченнел и страна но без страны бомжи выбираем бомжа где там он у нас можно в принципе россию выбирать россию 2 россию 3 можете посмотреть чем отличается если интересно почитать здесь мы там выбирали ну по-моему а здесь мы выбирали indoor внутри вот но как видим коннект это не происходит мы заполнили основной это ключ к nv2 ввели station vds выберем 5g ac выберем 20 мегагерц с расширением до 80 введем частоту 57 45 введем да название наверно так и оставим хотя название можно в принципе вручную вписать мы его запомнили по-моему там у нас было маг 5g но если не совпадет сейчас это в скане посмотрим так mac 5g здесь у нас все верно стоит значит здесь мы должны также выбрать apn клиент моды здесь можно поставить пятерочку здесь мы выберем any здесь мы поставим динамик и bridge то есть автоматически создан созданный вдс добавится в bridge mainstream можно выставить пароль верен tx cover apple давайте посмотрим пошел вкакать по частотам так дефаут нам надо этот вот сканирование листов конечно постоянно раздражает вот видите почему-то в суперченнеле иногда такое неадекват происходит когда указана неявно частота и он не осуществляет connect все заполнили таблицу вручную вот то ли скан не отрабатывать может из-за того что выбрал выбран суперченнеле частота нестандартная но не суть все мы настроились значит из того что мы здесь сделали из более менее нестандартного это мы выбрали соответственно суперченнел ноу кантри индор поставили антенну 0 децибел это от того что по дефолту вы будете всегда у себя мы выбрали по базовой станции пятерочку выбрали апц моды здесь единственное что отличается часть настроек отсутствует NV2 но ничего страшного главное чтобы здесь были все антенны в мост автоматически все включается по дефолту мы можем поставить также мин 17 особо опять же здесь мы ни черта видеть не будем ну так как здесь у нас расстояние по моему в комнате наверное метров 7-8 наверное через небольшую стеночку поэтому мы вот видим такое качество сигнала VDS link есть мы видим соединение с нашим адресом соответственно давайте что мы сделаем надо звонить на телефоне выключить сейчас кто-нибудь еще звонит начнет как обычно не вовремя так все здесь мы видим пока мы здесь видим наблюдаем что по 6 мегабит адреса у нас еще нету пока мы это все дело прикрываем смотрим для того чтобы заработал капс нам нужно на бридж повесить какой-нибудь адрес мы можем адрес ввести вручную можем адрес ввести не вручную то есть смотрите что получается сейчас мы запускаем дубликатом капсман второй и здесь мы видим в том что первый капс у нас имеет адрес 10 39 39 1 а этот капс еще адреса не имеет никакого давайте его выдадим автоматически ему присвоим адрес а потом изменим на двоечку включим до HCP клиента повесим на бриджика естественно адрес получили отличный какой-то там то есть у нас выдается 200 соответственно мы теперь мы можем подключиться вот видите уже адрес присвоился теперь мы можем подключиться к нашему кондуктору не хочет пока еще ну ладно через мак здесь наши настроечки сохраненные остались значит что нас здесь будет интересовать мы хотели адрес с вами записать принудительный давайте посмотрим значит заходим в DHCP сервер и здесь мы переходим на вкладку Laces Lace кто как называет да здесь мы видим ну здесь у меня подключен был телефон когда мы тестировали мы видим что у нас подключен кап первый если и видим буковку D что это динамический адрес а мы знаем что у нас адреса выдаются со 100 по 200 адреса выдаются с конца первый у нас непосредственно сам кондуктор контроллер поэтому мы щелкаем по этому адресу нажимаем make static буковка D пропала окей еще раз по нему щелкаем и вот здесь мы можем выбрать адрес любой допустим 2 адрес 2 Apple все можно конечно связать с MAC адресом но не советую все теперь автоматически при подключении к контроллеру данная точка сразу же будет получать такой адрес давайте мы это дело проверим так закроем отключим даже клиент включим и мы видим адрес 2 теперь соответственно если мы подключаемся включаем значит автопоиск рефрешем и видим что адрес 1 вообще не собирался на чем подключаться произошло то есть первый второй адрес первый у кондуктора второй у капа первого все так что отвалилось ну ладно а что отвалилось отвалилось компьютер получил IP адрес компьютер получил IP адрес наш потому что мы же все настроили правильно и вот мы сейчас видим что у нас все отключено и вот мы видим что мы подключились к Wi-Fi 7 да это сетка и вот мы видим получили 197 также мы можем любому компьютеру присвоить значение статического по MAC адресу но это мы делать не будем так все подключаемся значит к нашему второму надо нам настроить наш капсман в принципе все для того чтобы мы сделали все правильно более ничего не нужно для NV2 протокола все у нас настроено теперь запускаем Wi-Fi давайте так сделаем и мы с вами говорили о том что когда мы ставим local forwarding то вот сюда уже непосредственно на самой локальной точке будет добавлен интерфейс то есть если галочка не стоит он добавляется на контроллере а здесь он добавится непосредственно сюда локально на самой точке то есть управление трафиком будет непосредственно на локальной точке давайте включим капу выберем интерфейс 2G выберем адрес адрес нам нужен контроллера 10 39 39 1 выберем bridge сейчас когда он подключится он сюда добавится вот видите динамически добавился сюда если бы настройка на контроллер стояла не в local forwarding тогда он бы добавился на контроллер а так он добавился здесь тем самым на Wi-Fi снизилась нагрузка передачи данных по сети тем самым мы можем увеличить пропускную способность Wi-Fi ну в общем то и все соответственно если сейчас мы подключаемся контроллеру сейчас наверное можно пойти зайти вот мы видим что у нас присутствует динамически созданный инферфейс кондуктор 1 и слейф кап 1 и он всегда останется именно таким это зависит от одной единственной настройки давайте продемонстрируем еще раз напомним все таки для тех кто может забыть это у нас у нас здесь вот делается в провижении у нас стоит идентификация по имени если стоит по капу то будет капа по имени по имени значит ну и смотрите давайте сейчас продемонстрируем что вот здесь вот у нас здесь только присутствует vds2 это от vds2 это у нас соединение по vds с капой но здесь нету вот этого динамического адреса то есть если мы в настройках в принципе мы это можем продемонстрировать в датапатче если мы зайдем и уберем галочку local forwarding то интерфейс появится здесь оно пропадет непосредственно локальной точке давайте посмотрим линии не рвется потому что сейчас мы работаем напрямую по каналу в 5 гигагерц соответственно линии не разрываем а вот здесь забыл вот смотрите что как только я здесь поставил настройку bridge и убрал local forwarding сразу мы здесь получили два интерфейса локально вот они если я их соответственно на удаленной точке здесь он пропал мы видим хорошо если мы ну соответственно вот такая настройка увеличивает нагрузку на сеть Wi-Fi если бы это была проводная там 3-4 точки 5 точек в общем-то особо наверное разницы нету при соединении в гигабите при соединении в 100 мегабит наверное есть смысл это делать в любом случае убираем и смотрим здесь соответственно пропал здесь появился только один динамический адрес это кондуктор локально он добавился и один добавился сюда то есть это единственное то чем отличается теперь посмотрим на контроллере кондукторе теперь мы здесь видим наши удаленные капы 1-2 видим их маки серийники версии по желательно все делать на одной версии программного обеспечения видим индификатор индификатора можно изменить прямо вот здесь то есть если вам не нравится название slave кап 1 всегда можно сюда щелкнуть нажать set и назвать его допустим ну давайте назовем mt тире slave кап 1 ну или кап 0 давайте кап 0 назовем кап 0 прикольнее идет все с нуля нажимаем set соответственно изменился здесь но не изменился тут нажимаем provision и видим изменение здесь изменился теперь уже везде называется mt slave кап то есть можно изменить уже непосредственно менять точки доступа на контроллере то есть контроллер позволяет изменить модификатор удаленно соответственно зайдя сюда мы видим что название у нас изменилось ну и в общем-то ничего плохого в этом мы не видим так наверное с этим все закрываем так ну что мы можем сделать мы можем посмотреть какой же линк у нас получился непосредственно на соединение в 5 гигагерц то есть это мы заходим удаленно на наш кап 0 на удаленную точку доступа то есть если судя по рисунку смотреть то на одной из этих точек доступа мы находимся смотрим значит на 5 гигагерц щелкаем по вайфаю переходим в статус видим наше соединение в трехканальном режиме по 80 мегагерц полосы пока что мы не видели не передавали никаких данных соответственно здесь скоростя маленький давайте попробуем сделать bench тест какой-нибудь до нашего контроллера 10 0 39 39 1 ну а паролей у нас никаких нету давайте сделаем линк на 100 мегабит так скажем давайте его вот так вот запустим вам удобнее смотреть все это дело ну параметры тут как бы можно смотреть что какие есть вот так здесь все равно четко не видать будет вот так вот видно хорошо здесь вы будете видеть значит вайфай передачу данных давайте так скопируем запустим тест на так на прием то есть контроллер отсылает нам 100 мегабит передачу данных делает мы можем запустить параллельно пинг до непосредственно контроллера чтобы посмотреть какой же пинг при передаче данных в 100 мегабит мы имеем при передаче в 100 мегабит мы имеем пинг порядка 4 7 миллисекунд то есть в среднем усредненный как бы ну даже пишут среднем на 6 миллисекунд максимально 12 минимально 3 при этом мы передаем канал в 100 мегабит давайте остановим вот мы видим приемка давайте сделаем а ну можно здесь как раз включить еще загрузку памяти и загрузку процесса при этом давайте запустим еще раз видим нагрузку на нашу точку на которой сейчас мы находимся это у нас капа нулевая видим нагрузку при 100 мегабитах порядка 30% ну пинг вот здесь сейчас усредненный 4 пошел ну потому что мы остановили так давайте теперь в обратный канал запустим 100 мегабит в принципе нормально можно что еще сделать мы можем еще мы видим видите как у нас уже поднялись скоростя в принципе мы можем сделать поднять скажем до 200 мегабит посмотреть как это будет на 200 мегабитах ходить в принципе точка прокачивает 200 мегабит пинг особо не выделяется все в пределах той же самой нормы опять повторюсь порядка 8 метров и одной стенки в 10 сантиметров 12 сантиметров обычная измела какая-то такая станция короче говоря не капитальная стена ну грубо говоря как плита ну вот в обратную можем сейчас померить старт теперь мы будем принимать 200 мегабит пинг в принципе такой же в пределах нормы нагрузка на процессор уже точки доступа порядка 50-60% мы видим вот здесь вот сверху то есть это в принципе адекватно нормально давайте пойдем дальше давайте сделаем 350 мегабит посмотрим что у нас получится запускаем 350 мегабит это довольно большое число то есть и сейчас мы наблюдаем что у нас не получается принять более чем 250 мегабит 260 так это что мы это мы да это мы сейчас на приемку работаем 260 мегабит но возможно там точка лежит неправильно то есть ну тут надо еще поиграть с положением точек надо это будет уже на месте играться смотреть давайте попробуем на отправку посмотреть но запоминаем что порядка мы имеем 200 сколько тут у нас 250 260 мегабит так это что у нас и запускаем в обратную ну то же самое 260 280 и так даже передача чуть лучше работает хотя скотч ну вот видим видим параметры 270 270 мегабит на 260 причем загрузка под 70% процесса выходит пинг в принципе приемлемый в пределах нормы 10 миллисекунд средняя ну вот видим давайте остановим пинг посмотрим заново да в принципе нормально 10 миллисекунд это может быть для игроманов то конечно надо провода кидать но мы сейчас говорим о топовых объектах которых провода кидать нельзя так останавливаемся ну в общем то прикинули что NV2 нам позволяет в данной конфигурации пропустить 260 280 мегабит 260 мы получаем на на передаче 280 а на приеме мы получаем по моему 260 сейчас еще раз прием западаем посмотрим да на приеме у нас было 260 мегабит 250 260 да 260 на 270 вот так вот приемка 270 отправка 200 ну не суть разница 10 мегабит все теперь граждане тунеядцы давайте с вами быстренько и очень быстренько перейдем на другой протокол когда у нас это все настроено ну когда конечно одна точка доступа это одно если у вас стоит протокол значит сейчас для того чтобы более просто переходить можно конечно выбрать принудительно можно выбрать любой протокол когда на точке стоит любой протокол то есть какой на базовой станции включили те соответственно автоматически точки подцепились то есть давайте сейчас мы так и и применим то есть и не позволяет сразу же поднастроить дополнительно точку если протокол будет отработан как нужно вот ну и давайте сразу добавим сюда то есть в режиме 801 то есть сейчас с вами мы будем строить из того что было строить вот это вот то есть мы первые меняем протокол на 801 когда все это мы запустим вот в таком варианте мы потом сюда на капу добавим еще одну virtual AP для продолжения подключения следующей точки доступа начнем мы с того что нужно выставить режим протокола и не на всех ну хотя бы на одной чтобы мы смогли автоматически только в одном месте на точке доступа на AP на контроллер изменить протокол и сразу же все заменилось подготовим непосредственно саму точку доступа выберем сейчас дополнительным настроем значит шумоподавление здесь мы закончили а для того чтобы точка сама подключилась нам нужно здесь настроить пароль для подключения по 5 ГГц в обычном режиме 802 потому что сейчас у нас настроена пароль по NV2 но эта настройка не будет работать для 801 протокола она настраивается в стандартном Wi-Fi сейчас мы переходим в стандартный Wi-Fi вот он переходим в профиль в security шелкаем сюда здесь выбираем динамик кейс выбираем WP2 PSK вводим наш пароль от 1 до 9 потом 0 сейчас я вам покажу как это сделано на другой точке доступа на самом AP также у нас там это уже сделано но вы могли уже забыть меняем обновление ключа проверяем пароль используем EAS только и WP2 поиска все сохранили то есть вот мы сейчас находимся на КП0 в дефолт security также мы сейчас можем переключиться на контроллера щелкаем по 5 гигагерц точнее сюда по Wi-Fi переходим в security и вот оно мы видим все то же самое та же самая абсолютная настройка security она будет мы ее делали заранее и она будет нужна для переключения протокола все теперь мы возвращаемся обратно на клиента написали нам значит мы вернулись обратно на клиента все сохранили ключ готов возвращаемся на вкладку справа переходим опять на 5 гигагерц проверим все ли настройки дополнительные мы внесли то есть в режиме еще раз хотим повторить что в режиме any доступны все настройки но в зависимости от протокола который будет выбран на точке доступа на контроллере они будут применять применяться только те из них которые соответствуют данному протоколу так здесь мы можем выбрать indoor дистанция indoor пятерочка здесь у нас вот это вот мы выбираем здесь мы выбираем ну это у нас и было выбрано в принципе все остальное щелкаем дальше проходим проходим здесь у нас совпадает совпадает ну в общем-то все нажимаем Apple в принципе ничего не изменилось потому что мы как были подключены по протоколу NV2 это мы можем видеть сейчас в статусе так мы и работаем видите протокол Wi-Fi NV2 теперь мы сейчас заходим на нашу контроллер да заходим в Wireless Wi-Fi выбираем интерфейс Wi-Fi набираем 5 ГГц сейчас раздвинем до максимального также у нас сейчас мы можем здесь выбрать протокол 811 и донастроить те опции которые не были настроены до того как мы применим эту настройку то есть вот здесь мы конкретно здесь мы не можем выбрать здесь мы выбираем либо одно либо второе то есть часть настройка у нас появилась сейчас еще часть настроек для 801 которые отсутствовали под NV2 ну вот мы можем выбрать Indoor также выберем шубом подавления здесь все верно у нас стоит переходим на эту вкладку здесь у нас так все остается в принципе здесь отличие то что буквально на вкладке Advanced появилось буквально вот несколько настройщиков которые отсутствовали в принципе в NV2 все нажимаем применить сейчас соответственно произойдет разрыв связи у нас вот мы видим что теперь произошел коннект по 802 11 ой я там 801 написал ну ничего страшного 802 11 это ж у нас точно это другое вот соответственно видим что здесь появилась у нас вкладка для мультимедиа приоритизации трафика ну в общем-то все соответствует тому что и было да кстати здесь мы ее тоже включим сейчас вот этот VMM и вернемся на так видим подключение видим значит у нас что мы видим в статусе в статусе мы видим что у нас все подключено давайте теперь все сделаем то же самое наш тест по подключению по скоростному подключению по замере скорости сравним с вами 802 11 что-то я там ошибся в названии сравним против NV2 кто из них лучше отличие значит того что 802 11 он виден у нас виден в обычном телефоне то есть у нас все-таки будет две сети но одна из них в принципе если мы сделаем прочих то может быть никто не поймет сети но не стоит так давайте значит мы запустим пинг видим что пинг довольно неплохой запускаем сразу же сделаем тест на 350 и посмотрим разницу так чуть-чуть надо приподнять еще не видать видим что приемка у нас уже идет на 290 мегабит 280 295 ну сейчас чуть поработает то есть там мы видели что предельное у нас было 250 260 то здесь мы сейчас видим 290 285 290 95 то есть ну скажем 290 290 у нас идет приемка то есть в принципе мы за счет того что используем протокол 802 11 открываем сеть мы увеличили пропускную способность на пару процентов это по входу причем пинг средний пинг у нас средний пинг стал выше то есть если там на 260 мегабит мы имели пинг в районе 10 то здесь мы имеем уже средний пинг в районе 15 но увеличили пропускную способность на какие-то там 20 скажем 25 мегабит давайте обратный канал померяем теперь мы передаем данные там мы получали 260 270 270 280 270 берем то здесь мы имеем какую-то картину нездоровых почему-то происходят скачки вот здесь мы наблюдаем скачки по каналам хотя мы ничего не трогали абсолютно абсолютно мы ничего не трогали единственное что мы сейчас закрыли дверь в ту комнату но мы имеем здесь порядка 290 мегабит давайте сейчас еще раз переключимся на другого теперь это уже будет более быстрым переключением но в принципе даже в районе 290 мы имеем то есть еще обратный канал мы подняли порядка на 15 мегабит 260 260 280 270 290 не настолько большая разница чтобы делать сеть открыто в принципе можно NV2 использовать при этом же за счет вот этих 15 мегабит мы увеличили пинг довольно сильно то есть средний пинг у нас уже 15 миллисекунд так давайте остановим перейдем сейчас на контроллер переключимся опять на NV2 и посмотрим стоит ли нам использовать открытый протокол 82.11 ради каких-то там 3-5% увеличения пропускной способности канала хотя если очень сильно упираться то возможно наверное это и будет иметь для кого-то какое-то значение давайте выберем NV2 вот теперь мы просто можем менять вот здесь параметр NV2 на 802.11 и все автоматически будет переподключаться возвращаемся на обратно ну естественно произошел разрыв здесь мы видим NV2 запускаем ping запускаем start давайте посмотрим еще раз что мы получим на другом протоколе сейчас они раскрутятся и мы будем получать уже более-менее живые результаты в принципе мы имеем средний ping такой же при закрытой двери как эта дверь была меньше но скорость уже передачи данных у нас снизилась уже не 260 270 уже где-то 240 260 ping работает стабильно давайте сделаем в обратную сторону то есть мы просто сейчас ухудшили условия мы закрыли еще и дверь туда же то есть раньше видать какими-то обратными путями это у нас проходило все я тоже самое запустил а здесь мы умели скоростя порядка 260 250 сейчас разводится ну что сказать вот в равных условиях получается сейчас именно в равных условиях получается что 802.11 работает быстрее но это при максимальной пропускной способности 802.11 работает быстрее я сам до этого знал что это будет быстрее но все равно мы провели тест так давайте сделаем все-таки тест немножко другой возьмем 100 на 100 входящее 30 исходящее и сделаем тест на оба канала вот так вот и посмотрим кто выиграет по пену то есть мы здесь сейчас и что-то я не туда как полез хотел 30 на бит сделать так то то у нас мы получаем что сейчас принимаем 30 отправляем 100 но не принципиально вот при таких параметрах 100 на 30 прием 30 передача 100 мы имеем усредненный пинг 2 миллисекунды то есть от 3 до 4 ну скажем 3 миллисекунды это такой более-менее адекватный режим работы то есть 300 мегабит интернет это мало кому будет доходить а вот в пределах 130 мегабит 150 это уже более-менее что-то реально получить реально реально фактически получить то есть почему почему мы не рассматриваем такие огромные скорости потому что максимальная пропускная способность у нас на 2 и 4 мегагерца при полосе 20 там 40 мегагерц в 1 двухканальном она у нас не будет превышать 144 мегабита соответственно средняя скорость работы будет 35-70 мегабит поэтому в принципе этого достаточно для проверки соединения ну видим что усредненная пинка 3 мс на таких же параметрах устанавливаем давайте перейдем на 802 11 и посмотрим что мы там получим там по идее мы должны получить результаты не хуже чем они были у нас сейчас имеем протокол соответственно сейчас произойдет разрыв видим что протокол сменился на 802 11 очень удобно до экспериментов когда все уже готово осталось только менять давайте запустим сейчас когда разгонится включим мы видим что на 802 11 пинги давайте так пинги все таки наверное будут чуть чутка выше хотя самое интересное что протокол позволяет пропускать большую пропускную способность но пинги видите здесь неадекватно подскакивают периодически то есть если там мы видели стабильный пинг 3-4 миллисекунды то здесь мы видим стабильные какие-то скачки то есть соответственно при тех же равных условиях рекомендую вам выбрать 800 не 802 а NV2 если хотите большую пропускную способность но в худшую сторону по пингу тогда можно выбрать 800 2 а получим открытую сеть к которой может кто-то пристать либо клиент будет путаться и говорить что у меня две сети какой мне подключится почему у меня пароль не подходит к той где-то где-то видите почему-то выровнялась подозрительно давайте сделаем последний тест мы посмотрим сколько потому что мы дальше будем смотреть нет она наверное мы больше тестирует ничего и не будем в общем-то останавливаемся но при всех тех минусах 802.11 протокола какой у него есть плюс сейчас мы вам покажем на картинке значит 800 здесь тоже один написал ошибочно 802.11 позволяет нам построить на удаленной капе типа репитер сделать то есть поднять виртуальную ап естественно мы получим уменьшенную пропускную способность на этой точке но мы сможем расширить дальше но если мы знаем что у нас пропускная способность спокойно работает до 200 мегабит то в принципе мы вполне можем что каждая точка может подключить еще одну то есть то есть одна сюда еще одна и здесь одна и там еще несколько то есть тем самым по беспроводному режиму можем за счет вот этой вещи увеличить а к ней соответственно можно еще одну подключить так тут можно такую звезду построить мама не горюй давайте приступим к настройке теста нам больше не интересно это можно сделать только на 802 протоколе который сейчас у нас работает ну вот видите да заведомо здесь все время почему-то на 802 большей скорости показывают давайте приступим к этому делу для того чтобы нам это сделать нам надо будет первое настроить DHCP relay дополнительную настройку это будет нужно только для виртуальной точки доступа для того чтобы DHCP распространялся дальше раз и для того чтобы ну все это дело работало но это нужно только для 802 11 то есть заходим в DHCP relay нажимаем плюсик вызывать можно как угодно выбираем bridge и вводим адрес непосредственно нашего контроллера 10 39 39 1 это единственная настройка которая требуется для того чтобы DHCP минуя эту точку доступа ходил дальше все теперь нам нужно создать виртуальную точку доступа которая будет привязана к интерфейсу 5 ГГц это создается на основной странице интерфейс нажимаем плюсик создаем виртуал можем назвать его виртуал тире давайте так напишем виртуал AP перейдем в настройки Wi-Fi естественно это у нас будет если первый у нас клиент это у нас точка доступа AP access point да выберем Wi-Fi Wi-Fi у нас должен соответствовать названию Wi-Fi соответствовать названию Wi-Fi непосредственно той первого первого контроллера то есть чтобы Wi-Fi был одинаковым Wi-Fi Wi-Fi 5 ГГц 5 ГГц потому что мы же будем виртуальную точку провязываться 5 ГГц профиль у нас по дефолту пароль соответственно берется из дефолта security настроек вот этих вот настроек вот они дефолт берется в принципе можно для этой точки создать отдельный логин пароль и создать отдельный Wi-Fi это уже более здесь ничего делать не нужно VDS здесь мы добавлять не будем он не нужен мы нажимаем Apple точка создалась а вот теперь чтобы эта точка работала нам нужно ее уже вручную внести в мост сюда добавляем то есть мы добавляем вручную Bridge Virtual AP вот только так это будет работать если мы поставим по другому то возможно будут проблемы значит дальше что мы видим теперь сейчас если мы включим Wi-Fi на ноутбуке мы здесь видим с вами 5G и видим Wi-Fi Wi-Fi у нас один но на самом деле их несколько их два один на одной точке другой на другой они идут разной мощностью так если сейчас мы подключимся к нашему контроллеру и перейдем на NVM 2 VDS который мы сейчас последний внесли вот он вносит какие-то непонятные проблемы поэтому рекомендуем его в общем-то убирать поэтому мы изначально его и не ставили так вот и в общем-то проблема с подключением она в общем-то исчезает абсолютно сами посмотрите все сразу будет нормально работать вот значит сейчас мы сделаем замену на 802 протокол по 5 ГГц не на 82 а на NV2 и уже покажем вам как и для чего мы вообще делали идентификацию вот этого вот параметра так давайте перейдем сюда как только мы переключили протокол сразу же мы увидели что NV2 не поддерживает виртуальную точку доступа виртуальную AP нельзя использовать NV2 соответственно автоматически была выключена соответственно в бриджике он висит но он недоступен хотел выключим ошибочка пропадет у нас теперь мы берем наш телефон и подключим Wi-Fi к нашему Wi-Fi к топору я подключил телефон Wi-Fi 3 топора теперь мы идем на наш контроллер сейчас мы закроем все лишнее и видим в таблице вот видим в этой таблице наш телефон подключенный как узнать что это наш телефон мы нажимаем еще раз Tab HCP сервер на вкладке 3 мы видим наш desktop и наш Galaxy Mac 97 давайте сейчас я отключу ноутбук и подключусь по Wi-Fi так отключаем ноутбук у нас автоматически ноутбук сейчас подключился к 3 7 топорам так давайте остановимся и подключимся к контроллеру и мы видим теперь у нас на 3 топорах висит 2 устройства 1 D6 1 97 D6 это у нас десктоп 97 это у нас Galaxy этот десктоп это мы подключались по витой паре ну и соответственно Master 0 точнее этот Slayf 0 теперь смотрим мы видим хорошие уровни сигнала мы видим что на мощность сигнала у нас идет минус 5 DBM то есть естественно мы все висим и сейчас мы находимся непосредственно рядом с точкой доступа кап 0 если мы возьмем и заставим телефон перейти на другую точку доступа кому это может потребовать ну допустим вы сделали несколько устройств несколько капов там у вас висит и получилось так что один какой-то допустим ваш телевизор или там какой-то андроид приставка случайно почему-то все время начинает метаться между капами капановит а он стационарный у вас и хочется его привязать жестко к чему-то жестко привязать к какой-то капе тогда мы можем найти его да мы знаем что это у нас 97 мы будем считать что это у нас не телефон галакс а у нас какой-нибудь там яндекс док станция по нему щелкаем копировать в отцес лист макадрес то есть сейчас мы переходим в отцес лист и мы видим строчку пока она пустая соответственно мы можем щелкнуть сюда и здесь в интерфейсе мы можем выбрать какому конкретно капу это будет привязано то сейчас у нас работает на капе 0 а мы хотим чтобы она работала на кондукторе контроле хотя там сигнал слаб мы нажимаем сюда и нажимаем и выбираем ассепт но здесь правила одного правила будет мало мы применили ок но это правило разрешает чтобы он работал только на этом контроле естественно телефон отвалился или что там он за телефон отвалился он нанесет естественно вот он у нас он ушел но наш нет они сейчас оба находятся здесь так вот телефон заснул вайфай включил энергосбережения уф так для того чтобы нам его скинуть со всех других капов и заставить работу только на одном значит надо нам зайти опять сюда же опять скопировать вернуться в access list и вторым правилом мы должны запретить доступ на все другие точки то есть если мы знаем что данная яндекс станция будет стоить только в одном углу только с одной точкой доступа который там ну не важно какой либо он только не метался соответственно мы должны выбрать все интерфейсы и нажать reject то есть запретить доступ другим точкам доступа сейчас мы видим что первое правило нам разрешает данному мак-адресу работать только на этой точке а второе правило запрещает отключение ко всем другим точкам доступа и теперь мы видим что наш телефон естественно сел на контроллера на кондуктор 1 с худшим сигналом и ничто его теперь не заставит переключиться в любое другое устройство как-то так это все работает соответственно когда у вас много то можно физически привязывать один к другим соответственно если мы опять вернемся в access list щелкнем сюда то есть тем самым мы разрешаем данному устройству работать везде то есть первое правило разрешает работать только на кондукторе а второе правило разрешает работать везде ну либо мы просто можем его выключить вот так к примеру соответственно устройство автоматически сейчас перейдет на капу 0 на ту который ближе тем самым мы видим что данный телефончик а ну это наш ноутбук наш ноутбук в отличие от телефона может работать в полосе 40 мегагерц в двухканальном режиме а телефон у нас не может работать в 40 мегагерцах но может работать в двухканальном режиме то есть и если сейчас мы захотим померить скорость на спидтесте ну давайте я вот сейчас замерю спидтесты на телефоне мы увидим мы увидим с вами небольшую разницу сейчас выберем ну уж я не буду показываться примеру на телефоне вы это увидите сейчас вот здесь вот вот здесь вы это увидите вот мы видим скорость передачи передачи данных 26 35 мегабит 38 37 да то есть мы видим вот ну можно даже наверное шелкнуть вот так еще раз неудачно конечно получилось да хотя наверное не надо то есть мы видим а обратный канал у нас долетает до 90 мегабит то теперь мы сейчас сделаем все то же самое но на компьютере зайдем на спидоносце не будем смотреть на эти поганые тесты будем смотреть на голые цифры здесь и заметьте мы в принципе видим все то же самое абсолютно потому что у нас сейчас немножко перегружен канал на Ростелекоме поэтому мы видим точно такие же результаты как из телефона вот видим что почему пробывает сваливается то есть вот эти вот параметры это не значит то что у вас будет работать действительно по интернету ну вот если посмотреть то вот вы видите даже показал 23 мегабита хотя в реальности было больше здесь показывает 67 хотя в реальности скоростя были намного выше вот вот тем самым мы вам сейчас показали как пользоваться с листом как можно привязывать отвязывать точки доступа фиксированные вы поняли почему нужно вот это делать именно вот так то есть на контроллере выставлять идентификацию капа по имени по дентификатору потому что если бы здесь стояли бы капы которые менялись автоматически то вот это правило созданное один раз оно бы не работало мы показали два способа как сделать идентификацию привязку модификации капы либо это будет по макадресу либо это будет идентификатор в принципе это немножко разное но в данном случае эффект был достигнут в принципе мы вам показали как сделать беспроводной бесшовный роуминг на капс мани без проводов на двух разных протоколов извиняюсь конечно что ошибочка вышла 802 11 но как-то пока рисовал так пришлось тем самым мы сейчас подведем итоги что конкретно в моем случае у нас этот линк составлял более-менее адекватно 200 мегабит соответственно если у нас канал заходит порядка 50 мегабит на объект то этого вполне хватит даже для вот такой реализации но эта реализация конечно открывает Wi-Fi 5 ггц в открытом варианте а если использовать наш первоначальный вариант такой то вполне возможно получать до скажем до 70 до 80 до 100 мегабит непосредственно на двойке в зависимости от устройства опять же то есть вот такой вариант он более предпочтителен он меньший создает пинг чуть меньше пропускная способность но более надежен и плюс не виден для клиента не видна вот эта магистральная Wi-Fi сеть то есть для него Wi-Fi 1,2,4 и это все таки будет более менее правильно но для того чтобы все было более менее правильно мы вам показали разницу в двух и какие есть плюсы 802 11 в общем то там плюсов несколько можно поставить ретранслятор сделать виртуальную пей можно увеличить статус способность но при этом пострадает немножко пинг но прирост до 10% не более поэтому смотрите сами делайте выводы задавайте вопросы ну и наконец мы вам покажем последнюю настройку которую нужно было сделать это увеличить буферы памяти на в очередях заходим значит в очереди идем на последнюю вкладку здесь нам надо увеличить очереди на Ethernet и Wi-Fi увеличиваем Ethernet Default вместо 50 пакетов ставим 1000 тем самым у нас чуть улучшится стабильность работы Ethernet и то же самое Wi-Fi во первых мы изменим очередь на PFIFA и соответственно так же сделаем 1000 пакетов этого хватит для того чтобы еще более стабильно сделать Wi-Fi ну что еще можно сказать подписывайтесь ставьте лайки на пакетах и на пакетах